В этом году Организации Объединенных Наций исполняется 75 лет. Текущий 2020-й также открывает десятилетия решительных действий по достижению цели к 2030 году, а их 17. Они направлены на искоренение нищеты, повышение качества жизни и улучшение перспектив для всех людей планеты. Вопросы дальнейшего сотрудничества ООН и Узбекистана в данном направлении были в центре внимания встречи, состоявшейся в Ташкенте. Как отмечалось на встрече, план действий направлен на углубление и укрепление партнерских отношений с системой ООН на национальном, региональном и глобальном уровнях с целью содействия развития человеческого потенциала для всех, особенно для наиболее уязвимых слоев общества. Будучи полноправным членом ООН, а также стороной подписавшей повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, Узбекистан разделяет глобальное обязательство стремиться к миру, в котором царствует равенство, процветание, достоинство и справедливость для всех людей на безопасной и здоровой планете. Следует отметить, что вышеназванные обязательства полностью закреплены в национальной стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах. В повестку дня встречи также были включены такие вопросы, как приверженность Узбекистана к многостороннему подходу, достижение национальных целей в области устойчивого развития, а также 75-летие Организации Объединенных Наций. Я думаю, что данный документ еще больше усилит постоянное сотрудничество с правительством Узбекистана, и мы приложим все силы для достижения намеченных целей. Подписание в июне дорожной карты между правительством Узбекистана и системой ООН имеет символическую значимость, так как именно 75 лет назад, 26 июня, был подписан Устав Организации Объединенных Наций. Главная идея этого документа заключается в том, чтобы поднять на новый качественный уровень взаимодействие Узбекистана по всем основным направлениям нашего сотрудничества с ООН и ее институтами. Это касается и продвижения инициатив по укреплению мира и стабильности, достижения устойчивого развития в регионе Центральной Азии, укрепления диалога между народами. Это касается и вопросов, касающихся экономического развития. Ведь ООН в себя вбирает и такие институты, как Мировой банк, Всемирный валютный фонд, Всемирная торговая организация. Все эти институты являются частью ООН и сегодня, особенно, когда перед нами стоит задача преодоления последствий экономического кризиса, связанного с пандемией, поиск новых подходов и определение новых путей экономического развития совместного для нас имеет очень важное значение. Отметим, что данный план действий обязывает правительство углублять и укреплять партнерские отношения системы организации объединенных наций, чтобы построить более мирный, процветающий, стойкий и устойчивый мир. В рамках встречи стороны подробно обсудили ряд задач и проектов, направленных на развитие сотрудничества в этом направлении.